Физкульт привет, дорогие зрители! Сегодня четверг, а значит пришло время спортивных новостей. В эфире программа Овертайм, с вами ее ведущий Игорь Соколов. Смотрите сегодня. Открытый областной турнир по волейболу. В Полевской приехали 10 команд девочек из разных городов. Первый домашний матч в новом сезоне чемпионата Сырловской области по футболу. Северский трубник на стадионе Труд принимал Форетти. Финал Кубка Полевского городского округа по футзалу. На лыжной базе ФСК СТЗ прошли заключительные матчи. А теперь к этим и другим новостям. В Полевском на объектах физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода состоялся открытый турнир в рамках первенства Сырловской области по волейболу среди команд девушек до 13 лет. Итоги известны, сейчас расскажем подробности. На объектах физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода проходят игры открытого турнира по волейболу в рамках первенства Стерловской области. Команды девочек до 13 лет поделены на две группы А и Б. Во дворце спорта шла борьба команд группы Б, где выступает ФСК. В своем первом матче хозяева турнира принимают волейболисток Уралочки из Екатеринбурга. На площадке команда ФСК действует уверенно, играют в пас и выводят нападающих на убойную позицию, что приводит к результату. Первую партию полевчанки выиграли довольно уверенно. Во второй также проявили собранность, демонстрируя качественные подачи. Вот в третьей партии гости сумели навязать борьбу, стали действовать более раскрепощенно и играли на равных. Однако этого не хватило для того, чтобы сократить отставание. Команда ФСК одержала победу 3-0. У них должна была была задача быть, чтобы они подавали подачу по 5 подачек подряд. Каждый мой ребенок, играющий, который подает подачу по 5 подачек подает и должна была играть быстрее происходить. Но девчонки, которые были в Екатеринбурге 2, молодцы, поборолись, немножко давали моим. Это очень хорошо. Не уверенно, а потом уже играли уверенно и поэтому побеждают. Сначала не уверенно как-то играли. Сначала почему-то как будто не играли, а потом уже собрались и начали играть. Волейболистки-уралочки проявили характер и играли до последней подачи. Надо отдать им должное. Несмотря на поражение, мне понравилось, как сыграли моя команда. Девочки на год младше, мы приехали сюда за опытом поиграть против старших. Это работать игру в защите против тех элементов, которые мы по своему возрасту не можем отработать. Все равно у девчонок гораздо выше. По итогам трех дней соревнований команда ФСК завоевала золотые медали. Второе место заняли волейболистки «Энергии» из Среднеуральска и «Бронза» у «Монолита» из «Орбита». Всего в турнире приняло участие 10 команд. В субботу на стадионе «Труд» Северский Трубник провел первый домашний матч в этом сезоне в рамках чемпионата Свердловской области по футболу среди команд первой группы. Удалось ли хозяевам порадовать соскучившихся по футболу местных болельщиков? Расскажем прямо сейчас. Футбольный клуб Северский Трубник провел три выездных матча в новом сезоне чемпионата Свердловской области по футболу среди команд первой группы. К сожалению, очков набрать полевчане не сумели, поэтому в первом домашнем матче хозяева очень хотели порадовать своих болельщиков. Но у футболистов Форетти были другие планы и уже на девятой минуте встречи голкипер Северского Трубника Александр Высотин был вынужден вынимать мяч из сетки ворот 0-1. Первый тайм больше голов не подарил и команды отправились на перерыв. Первый тайм для хозяев поля получился сложный. Пропустили на первых минутах плюс вынужденная замена из-за травмы. Внес ли какие-то коррективы главный тренер команды Северский Трубник Сергей Галимов в перерыве? Узнаем совсем скоро. Команды уже выходят на поле. Во втором тайме картина на поле не особо поменялась. Футболисты из Красного Фимска владеют инициативой и создают опасные моменты. Время от времени хозяева атакуют, но создать по-настоящему голевой момент не получается. Была возможность сравнять счет, но форвард Северского Трубника угодил в каркас ворот. Главный тренер Сергей Галимов гонит хозяев вперед, проводит замены. Сегодня на поле много воспитанников полевского футбола. Один из них Артем Коростылев забил в этом сезоне два мяча и сегодня проводит хороший матч. Но отличиться не удалось. На последних минутах при розыгрыше углового в штрафную пошел воротарь хозяев. Однако спасти встречу так и не смогли. Четвертое подряд поражение. Проиграли игру, не забили гол. Расстроены. Расстроены. Надо проводить работу над ошибками. Чего на ваш взгляд сегодня не хватило для того, чтобы забить? Агрессии, везения. Команда протерпела огромные изменения. Состав обновился практически на 90%. За две недели до старта все мы это делали, поэтому пока что происходит притирка. По поводу полевчан, сегодня в стартовом составе начали пять человек. И еще четверо находились на скамейке запасных. Ну, соответственно, 50% сегодня было. Моменты у нас были. Во втором тайме появился напор, причем в конце второго тайма. Просто не смогли завести с первого тайма. Вот и все. Будем работать, будем впахивать, потому что четыре игры, четыре поражения. Ну, результат не радует. Команда, в принципе, все индивидуально сильные игроки у нас. Просто нужно налаживать взаимодействие, взаимодействие. Работать начали относительно недавно. Буквально за две недели до начала сезона. Поэтому будем еще работать. Есть время. Северский Трубник сейчас находится на 13-й строчке турнирной таблицы. Им предстоит две выездные игры с Триумфом из Алапаевска и Трубпромом из Первого Уральска. А ближайший домашний матч полевчане проведут 8 июня против Динура. В спортивном зале лыжной базы ФСК СТЗ прошли заключительные игры Кубка Полевского городского округа по футзалу среди мужских команд. В матче за третье место выясняли отношения Крепость и Подвижник, а в финале боролись Дортех и Майами. Мы подготовили для вас обзор этих противостояний. В рамках розыгрыша Кубка Полевского городского округа по футзалу осталось всего два матча – за третье место и финальный. В борьбе за бронзу сошлись команды Крепость и Подвижник. Матч получился невероятным по накалу страстей. Равная игра двух хороших соперников. В основное время определить победителя не удалось. На двоих команды наколотили 14 мячей. Обладателей бронзовых медалей определит серия пенальти. Вратарь Крепости сыграл надежнее своего визави. Счет в серии пенальти 4-3 в пользу команды из Косого Брода. Бились до последнего. Вот на последних минутах два гола забили. Чудеса. Соперник много уже с ними играли. Соперник хороший. Всегда у нас битва такая идет до конца. Сегодня повезло нам. Всех хочу поблагодарить. Хороший турнир, хороший футбол, эмоции и так далее. Бывают и проигрыши, бывают и победы. В этом нет ничего такого. Сопернику спасибо, организаторам спасибо. Всем спасибо. Сейчас будем смотреть финал. В финальном поединке встретились команды Дортех и Майами. Такой упорной борьбы здесь не получилось. Футболисты Дортеха выглядят увереннее на площадке. Это именно четыре сильнейших команды, которые всегда в каждом турнире доказывают то, что они всегда бережно относятся к своему футболу и, соответственно, высокие результаты хотят показать в каждом турнире. Составы укомплектованы уже достаточно давно. Единственное, что ротация игроков между клубами, так сказать, между командами, они переходят и тем самым усиливают именно футзал в нашем городе. Действующий чемпион города Дортех в очередной раз показал высокий уровень игры. Переиграли футболистов Майами со счетом 10-4 и стали обладателем Кубка ПГО по футзалу. Мы всегда настраиваемся только на победу. Мы не принимаем таких вот терминов, что главное участие, только победа главная. Соперники все молодцы. Они примерно понимают свой уровень, наш уровень. По-особенному настраиваются. И с любым соперником интересно играть, потому что они хотят нас выиграть. Таким образом команда Дортех оформила своеобразный дубль в этом сезоне, став чемпионом города и обладателем Кубка Полевского городского округа. Серебряные медали завоевали футболисты Майами и бронза у крепости. На сегодня это все спортивные новости. Заходите в наши социальные сети, там еще больше интересной информации. Подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!